Администратор магазина итальянской одежды Инга Бабаскина не первый год работает в индустрии моды. За это время видела разных покупателей. Встречала и таких, которые любят помодничать за бесплатно. То есть покупают вещь, носят ее около недели, а затем возвращают обратно в магазин, мотивируя тем, что она им разонравилась или не подошла. Черных списков нет. У нас были возвраты, но мы их отрабатывали таким образом, что это были больше даже обмены. Мы, в принципе, работаем с каждым покупателем таким образом, что мы как бы не впариваем продажи, мы помогаем составлять образ. Мы помогаем человеку, чтобы ему в этом образе было комфортно. Если вещь действительно не ношная, без посторонних запахов, грязи и ущерба, то магазин может заменить покупку на новую, идентичную или предложить другую модель. Главное – успеть вернуть вещь в установленные законом две недели с момента покупки. Мы очень лояльны к своим покупателям. Мы можем вернуть, если человек приобретает наличные средства, мы возвращаем наличные средства. По закону, конечно, мы берем на себя три дня, чтобы собрать данную сумму, чтобы сделать возврат человеку. Но в основном сейчас все пользуются картами. Соответственно, карты мы делаем день в день, а далее уже предупреждаем, что деньги, ну как бы банк уже оформляет возврат. В течение где-то двух-трех дней банк возвращает денежные средства. А вот с бытовой техникой сложнее. Например, телефоны, другие гаджеты обмену и возврату не подлежат. Но это не касается производственных браков. В этом случае продавцы отправят вещь на экспертизу. При этом покупатель не должен пользоваться ранее приобретенным телефоном. Вещь должна быть возвращена в магазин без потертостей, царапин и повреждений. Естественно, об этом покупатель не говорит. То, что я купил, попользовался, хочу вот вернуть. Больше не нужно. Вот. Но опять же, здесь ссылаюсь также на те же самые правила. Естественно, если есть след эксплуатации, к сожалению, нет. Если все в идеальном состоянии, сохранены там пломбы и все вот это прочее, да, идем навстречу меня. В нашей стране День защиты прав потребителей отмечают с 1992 года после принятия соответствующего закона. В нем регулируются отношения между потребителями и изготовителями, импортерами, исполнителями, продавцами при продаже товаров. Самарцы отмечают, что закон работает и не раз выручал их в спорных вопросах при покупке товаров. Это гарантия качества от производителя все-таки. Если мы сразу не посмотрели что-то или позже выявили, нужно иметь возможность вернуться, чтобы возместить себе денежные средства. Приходилось пользоваться, возвращала стерилизатор, по-моему. Магазин не хотел принимать данную покупку, хотя мы возвращали ее по гарантии. Указала магазину на данный закон, привела статью какую-то из кодекса гражданского и с боем вернула. При помощи закона о защите прав потребителей решить проблему при покупке некачественных товаров и тех, которые не подошли, можно мирным путем. В большинстве случаев разобраться удается на уровне покупатель-продавец. Ну а если диалог не клеится, всегда можно отстоять свои права в суде. В таких ситуациях на помощь приходят специальные общественные организации и Роспотребнадзор.